Теперь вопросы, которые рассматриваются под хадисом 983. Первый вопрос. Идазову ваджал марата валиян. Как поступать, если женщина изначально дала свое согласие сразу двум опекунам? То есть, чтобы они выдали ее замуж. И так получилось, что каждый из них выдал ее замуж за человека. То есть, один выдал за одного человека, второй выдал за другого человека. Как в этом случае поступать? То есть, является ли она женой сразу двоих? Или она же является женой только одного из них? Если одного, тогда кого из них конкретно? И тому подобное. И вообще, как в этом случае поступать? Говорит, что касается этого вопроса, то хадис, который мы разобрали только что, то есть, хадис под номером 983, указывает на то, что она принадлежит тому мужу, за которого ее выдали раньше, чем за второго. То есть, допустим, один опекун выдал ее замуж в 10 утра, а второй опекун выдал ее замуж в 11 утра. То есть, говорит, хадис 983 указывает на то, что она является женой того человека, за которого ее выдали в 10 утра, то есть, раньше, чем за второго. Говорит, Говорит, но наш хадис хоть и является слабым, но дело строится именно на его выводе. То есть, часто такое бывает, что хадис бывает слабым, но дело строится именно на том, что из него вытекает. То есть, что вытекает, как вывод из этого хадиса. Мы не знаем никакого разногласия среди ученых в этом. То есть, в том, что она является женой именно первого мужа, то есть, за кого его выдали, первее, чем за второго. Говорит, слово имама Тирмиды не абсолютно. В этом вопросе, на самом деле, разногласия есть. И в этом вопросе разногласил имам Малик, а также Ата, то есть Ата ибн Абирабах. Они сказали, если второй уже успел совершить с ней полурую близость, тогда имам Малик и Ата ибн Абирабах сказали, тогда уж лучше мы отдадим ее этому второму, а не первому. То есть, почему? Смотри, какая у нас получилась ситуация. Один Абикун выдал ее замуж, допустим, в 10 утра, а второй выдал замуж в 11 утра. Подавляющее большинство ученых говорит, что она является женой того, за кого ее выдали в 10 утра. Поэтому представим себе, что не было связи, допустим, не было телефона и тому подобное, и она не знала о том, что ее выдали за другого человека в 10 утра. И ее передали второму мужу, то есть, второму человеку, а в бракосочетании с которым заключался в 10 утра. То есть, между ними произошла обрачная ночь, произошла половая близость. Так вот, имам Малик и Ата ибн Абирабах говорят, в основе своей, да, она принадлежит первому мужу, за которого ее выдали замуж первее. Но в этом случае мы отдадим ее второму. Почему? Потому что раз уж между ними близость произошла, не отбирать же теперь ее у него и отдавать первому. Так, вот это их аргументация. Но даже в этой ситуации подавляющее большинство ученых противоречили имаму Малику и Ата ибн Абирабаху. Факарду и сказали, она в любом случае является женой первого. Какова аргументация подавляющее большинство ученых в этом вопросе или в этой ситуации? Говорит, потому что второе бракосочетание, то есть, второй акт бракосочетания, говорит, состоялся тогда, когда она уже была замужней женщиной. А соответственно, этот второй акт бракосочетания не принимается во внимание. Почему? Потому что одна женщина не может быть женой сразу двоих мужчин. Говорит, поэтому этот второй договор или акт бракосочетания является ложным, недействительным. Я думаю, Аллаху лучше известно. Поэтому даже если между ними произошла половая близость, то она все равно является женой первого. Ее забирают у второго и передают первому. Этот вопрос, иншаллах, понятен нам. И в этом не должно быть никаких сомнений. Действительно. Почему? Потому что в 10 утра она уже стала женой этого человека, первого человека. А второй брак является каким? Совершенным. На тот момент, когда она уже не имела права заключать никакого акт бракосочетания. Танбей говорит примечание Говорит, некоторые из ученых упомянули в этом вопросе также то, что если между ней и между вторым, что называется мужем, в кавычках, то есть произошла половая близость, то этот второй должен ей заплатить мага. Почему? Потому что между ними произошла половая близость. То есть замер на половой близость. Говорит Говорит, ее забирают при этом у второго и отдают первому, но первая не может совершать с ней половую близость, пока у нее не пройдет ее срок выжидания. В данном случае под Ильдой имеется в виду алистебра. То есть она должна дождаться один менструальный период, для того, чтобы убедиться в том, что не оказалась беременной от того второго. То есть что у нас в итоге получилось? То есть в итоге получилось следующее. Если одну женщину выдали замуж, сразу два опекуна за два разных человека. Так, что она давала свое согласие на опекунство им обоим. В этом случае правильное мнение в этом вопросе, и это мнение подавляющего большинства ученых, то что она принадлежит тому, за кого ее выдали первее. То есть во временном промежутке. По времени. Теперь как быть со вторым? Мы говорим, если между этой женщиной и между вторым человеком не произошло никакой половой близости, то никакой проблемы нет. То есть их враг вообще считается недействительным и не играет никакой роли. То есть его присутствие равно его отсутствию. Но если между ними произошла половая близость, тогда этот второй должен заплатить ей мага, должен заплатить ей мага за эту половую близость. А потом уже будет разбираться с тем опекуном, который выдал ее замуж, то есть неправильным образом. И будет смотреться, виноват он или не виноват, мог он узнать или нет, допустил он упущение или не допустил и тому подобное. Там уже они будут разбираться с ним. Но эта женщина будет возвращена первому мужу с магром от второго, и первый муж не сможет совершать с ней полового акта, пока она не дождется одного менструального периода, для того, чтобы убедиться, что она не оказалась беременной от того второго. Вот это вот вывод по нашему вопросу, который мы только что разбирали. Далее следующий вопрос. Продолжение следует...